Эти двое парней идут в региональное управление Росгвардии. Там в том числе набирают граждан для прохождения военной службы по контракту в новых регионах страны. Об этом парни прочитали в интернете, а теперь решили прийти в управление, разузнать все подробнее. С собой взяли военные билеты. Все же небольшой, но плюс. Пока оформляют документы, небольшой ликбез. Рассказывают об основных требованиях к кандидатам. Первое, это у вас должен быть возраст от 18 до 55 лет. Второе требование, вы должны быть годный по состоянию здоровья. Это группа А или группа Б. Годен для ограниченных годен. Следом рассказывают о тех, кто может заключить контракт. Это либо те, кто уже отслужил по призыву, либо те, кто вместо службы получил высшее или среднепрофессиональное образование. Если кандидат поступает на службу контракта, заключает контракт, ему выплачивается единовременно денежное пособие в размере 195 тысяч рублей. Далее, в новых регионах заработная плата ежемесячно от 150 до 200 тысяч рублей. Также идут надбавки за коллекционную категорию, за выслугу лет. Ну и, соответственно, также ежегодная материальная помощь в размере одного оклада. А льготы при прохождении службы по контракту тоже есть. Список приличный. Здесь и бюджетные места для детей в вузах, и служебное жилье, или денежная компенсация за найм квартиры, а также кредитные и налоговые каникулы. В общем, льгот предлагается прилично. Прочитать о них подробнее можно на сайте управления Росгвардии. То есть перспектива, если кандидат пожелает, он может поступить. У нас есть в Росгвардии четыре вуза, которые готовят офицеров, соответственно, это Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь и Саратов. Если кандидаты захотят, могут во время службы поступить в эти вузы, чтобы получить высшее образование. По всем вопросам поступления на военную службу можно обратиться в региональное управление Росгвардии или по телефону 20 24 59.